Забытые персонажи Angry Birds Поверьте, уж за историю агроптичек таких было много, а ведь возможно, что этих персонажей вы даже не заметили. Ну а помимо таковых, в видео появятся и новые персонажи франшизы, которые я бы не сказал, что забытые, и мы проведем их анализ в том числе. Не могу сказать многое в начале, так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а мы начинаем. А перед началом рекомендую вам поддержать одного пацанчика, а именно Just the Bomb. Этот канал снимает крутые видео по Angry Birds и в целом мне его контент лично зашел. А также у него есть свой телеграм-канал, там выходят различные эксклюзивные видео и другой интересный контент. И в целом это один из лучших телеграм-каналов по Angry Birds. Очень рекомендую. Ну, больше не отрываю и не беспокою. Приятного просмотра. Что же, начнем мы с Angry Birds Epic. Шаман. Нет, не этот, а этот. Хотя его, возможно, вы и помните, но он все равно, можно сказать, немного забытый. Ведь в основном, шамана редко где вставляют. И куда популярнее другие свиньи из Angry Birds Epic. Однако, шаман все равно не безызвестный. Ведь он остался в головах у многих, как еще та болячка. Типа шаман, чисто сильная свинья с различными способностями. К примеру, моментально захилить или что-то в этом роде. Однако, когда дело доходит до атаки, то он не очень сильный. В том же Эпике существуют так называемые свиньи-пираты, кем в основном и являются. Но иногда они имеют другие звания. Зачастую у всех развит сильный иммунитет, но здоровьем похвастать никто из них, конечно же, не сможет. А атаки данных свиней всегда очень бесячие. В основном их используют как главных помощников, ибо миньоны справляются с обязанностями не самым лучшим образом. Однако персонажей из Эпика, а конкретнее всех, их просто нет смысла разбирать. Так что перейдем к более интересным. Angry Birds Friends Во время ивента, в честь рок-группы Green Day, или песни, ну, короче, не в курсе, но по голосу, данные певцы очень даже напоминают опенинг Хоррит Хенри. Однако вы точно не знаете этот мультик. Свиньи из группы Green Day Это особые свиньи, появлявшиеся лишь на экране выбора уровней бывшего эпизода Angry Birds Friends и его бонусном уровне Golden Grenade 1. В общем, рок-свиньи, которые по факту изображают участников этой группы. И почему-то я вообще сначала увидев эту картинку, решил, что данные свинтусы – это группа Король и Шут. Ну, в общем, у меня шиза. Всего этих свиней было трое. Они были одеты, как рок-певцы, имели соответствующие аксессуары. Зомби-свиньи, которых я почти не упоминал в прошлых выпусках. Впервые они появлялись в жутких эпизодах Angry Birds Seasons и Friends. И, о господи, я их серьезно боялся. А в Эвенте Angry Birds Friends была крутая штука, что зомби вылазали из-под земли после смерти свиньи. Ха-ха. Ну, а потом они появились и в Angry Birds Toons. А вот очень интересный персонаж, которого забыли. Angry Birds Fight – действительно лучшая игра в жанре треврят. Но помните ли вы этого доктора свина, который такую дичь творил в ней? Появлялся в Angry Birds Friends, как усатый барон, но немножко изменивший его образ. А также в Angry Birds Fight. А позже и в комиксах. Пигги Тейлз. Но в Toons его не было. А очень жаль, что Ровил за Билли Болтона, столь важного для франшизы персонажа. Ведь если обычный профессор старается нам помогать, то это чудище наоборот. Нитерфлай – это птица, которая появилась в Angry Birds Summer Madness. И я могу смело заявить, что на неё всем просто тупо наплевать. Это птица, которая появилась в Angry Birds Summer Madness. И, о боже, я только сейчас прозрел и понял, что это издевательство над франшизой Angry Birds. В общем, это как по классике. Один из крутых ребят, который имеет свою банду. Ну и который типа плохой, и наши птички должны преподать ему урок. Да, это очень заезженная тема, и Ровил вообще в развитии лет так на пять отстали будто. Хотя, возможно, виной всему Netflix. Шакира, также известная как Шакира Бёрд, была эксклюзивным персонажем в Angry Birds Pop и Friends, которая также использовалась для представления поддержки колумбийской поп-звездой и активистской Шакирой компании Up for School. Кстати, в Angry Birds Pop она кажется даже с Рэдом чего-то мутила. Так что, я не знаю, чего от этих птиц ожидать, однако Рэд, он сам по себе уже сменил кучу девушек. Стелла, Руби, Сильвер и вот теперь Шакира. Да, но больше интерес вызывает Рэд-крометражка, где эта птица в тайном образе следит за свиньями. А те, в свою очередь, строят аппарат, чтобы украсть яйца. Однако, пока все отвернулись, она подменяет их чертёж на изготовление школы. Да, вот это гениальный план. Ну и получилась у них школа. Сами свиньи офигевают, ибо вообще собирались построить смертоносное оружие массового уничтожения. А по итогу построили нечто пострашнее прошлого. И я не шучу. Ну а потом все идут учиться, а в конце Шакира показывает свой образ и, по всей видимости, становится директором данной школы. Вероятно, это был её зловещий план по созданию учебного заведения для свинок за счёт глупости этих двоих. План сработал, и теперь у Шакиры во власти школа и в целом бизнес. Школьная столовая приносит ей. Ладно, всё-всё-всё, это просто забавный ролик. Переходим к следующему персонажу. Вигман. Сейчас многие воспринимают его как обычную фичу. Однако, этот персонаж – некий супергерой, следящий за порядком. Вызывая его, он может жёстко отхлестать свиней за их проделки. А в Angry Bird Space его образ стал куда эпичнее, ведь теперь он Херобрин. Яйца, мальчик и девочка. Неграбельные персонажи Angry Bird Seasons появляются на фотографиях к эпизоду «Hawks and Kisses». В меню выбора уровня этого эпизода показывают, как свиньи крадут яйцо девочку из гнезда, в то время как яйцо-мальчик, так скажем, смотрит на это. В финальном ролике, после прохождения всех 15 уровней, показывают, что яйца освобождены и, наконец-то, воссоединились с родителями – Рэдой и красной птицей-девочкой, то есть Руби. Яйцо-мальчик имеет синюю кепку, а яйцо-девочка – красный бант. И это очень странно и вряд ли канон, однако помните те лишние два яйца в Angry Birds эпике? Возможно, это и есть они. Просто Рэд решил скрыть то, кем являются данные подкидыши. Ладно, я и так уже миллион наркоманских теорий выдал, так что просто забейте на это. Ну а теперь самые на данный момент известные птицы – это Джо и Мелоди, новые члены нашей стаи. И Мелоди имеет силу крушить за счёт музыки. Ну, короче, вы поняли, музыкальная дамочка. Ах да, ещё она сосёт. Ну нет, в прямом смысле, она всасывает в себя блоки. Кхм. Её пока что добавили лишь в Angry Birds 2, а с Джо ситуация куда интереснее. Это не бинарная птица. Вот это поворот! То есть это гендер в Angry Birds. Да, ну. Да. Ну, короче, она несёт в этот мир добро, позитив, а также красивый флаг радуги ЛГБТ. Очень странно всё это, но возможно её серьёзно куда-то добавят. Кто ж знает этих Ровио? Я дико извиняю за вторжение, но мне придётся дополнить при монтаже, ведь Ровио уже добавили эту птицу в Angry Birds 2. Ну и как бы я смирился с этим, но вот одно но есть. Ведь Ровио не собираются останавливаться на этом, ведь они хотят внедрить Джо в оригинальную стаю птиц, а не просто оставить её в Angry Birds 2. То есть теперь она будет наравне с Рэдом, Бомбом и Чаком. И если честно, мне это, ну вот, совсем даже не нравится. Ведь это, ё-моё, это не бинарная птица! Ярослав, либо же Ярик. Свинья из Бэтспигис 2. По крайней мере, мне зашла идея Тапса с данным именем. Ярик, Ярослав, ну типа круто звучит. Давайте распространять. В общем, это племянник Роса, который обучается ремеслу по машиностроительству. Пожелаем ему удачи и надеемся, что позже свин отправится даже в космос. Потому что я хочу это обновление. Но уже помните, такой постер был. Альфа-свин, одна из самых известных свиней в Angry Birds Epic, представляет из себя начальную свинью с палкой. Однако, похоже, с момента первой встречи на южном пляже она убежала в пещеру и нехило так бустанула свои способности. Теперь эта свинка обладает миллионом единиц здоровья, а также кучей способностью. К примеру, призыв на помощь ультрасильных свиней-боссов. А прикол, что нельзя даже хилки использовать. Короче, босса очень тяжело пройти. Свинка-механик. Я его почти не упоминал, так что скажу так. Данный персонаж очень крутой и помогает как свинкам, так и птичкам. Однако в Angry Birds Magic Space он исчез с лица Земли. Именно поэтому, возможно, в Эпигис 2 его мы пока что не видим. Но мы же полетим там в космос и заберем его оттуда. Да, Ровио, да? Пизда. Надеюсь, что они все-таки сделают локацию с космосом. Как-никак мне очень зашла эта идея раньше. Ну, в общем, на этом все, друзья. Надеюсь, вам понравилась очередная часть персонажей Angry Birds. И это еще не все. Я постарался выделить именно тех, которых еще не упоминал ранее. Но дальше мы разберем еще больше персонажей. И я надеюсь, было круто. Я очень старался. Всем пока-пока и удачи. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok